Итак, всем привет дорогие друзья. С вами снова я, Зазепа. Я решил немного начать серию уроков по блендеру и в конце урока вы сможете сделать вот точно такой же меч. Поэтому, первое, что мы видим, я сейчас это удалю, создам новый файл, создать вот так вот, мы видим такую сцену. Хорошо, у вас наверняка блендер будет после установки сразу на английском. Поэтому, мы сразу переходим в файл, параметры, система, то есть, ну, самое последнее вот здесь, прокручиваем клавишу вниз и выбираем здесь, ну, любой язык, там, русский выберите, поставьте. Второе, что вам следует сделать, это перейти сюда, во вторую вкладку в режим редактирования и выставить количество шагов. Это нужно для того, чтобы, скажем так, если вы наделали много ошибок, да, и вам нужно сделать много откатов назад при помощи Ctrl-Z, у вас была такая возможность, то есть, система все это сохраняется. Но не рекомендую прям очень много ставить, потому что все-таки это тоже память поджирает. И вот 256 вполне хватит, можете больше поставить, чуть-чуть сохранить. Настройки нажимаете и вуаля, у вас там все на русском и программа настроена, в принципе, уже. Что мы видим на этой сцене? Мы видим камеру, мы видим кубик, мы видим освещение, то есть, как солнце считается, ну, ламп, как называется. Нам пока все это нафиг не сдалось, нажимаем клавишу Delete, удаляем, камеру тоже удаляем. Что дальше? Мы видим кубик. Объясню сначала основу управления в блендере. Все вращение происходит при помощи зажатого колесиковой мыши. Если нам нужно, скажем так, по плоскости подвигаться, то есть, вот так вот, мы зажимаем Shift и, ну, ворочаемся, скажем так, в разных плоскостях. Как я показал сейчас. В общем, управление здесь все интуитивно понятно, предположим только Shift и колесико мыши, больше нам ничего не надо. Ну и приближение, ну, естественно, на тоже колесико мыши, просто мы прокручиваем. Все, так, элементы управления объяснил. Приступаем, наконец-то, к мячу. А, нет, еще не объяснил. Нам нужно разобраться вот еще в чем. Есть на клавиатуре эти офисные клавиши, там, для 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это с правой стороны клавиатуры. Вот. Клавиша 5 отвечает за вид такой вот, как в перспективе. Это тоже полезная вещь, когда нам нужно сделать что-нибудь, скажем так, по сетке. Клавиша 5 на клавиатуре. А также клавиши, допустим, 1, да, оно делает вид, допустим, от Y, да, если нам надо, то есть вид там сверху, по-моему. Клавиша 3, 7, это вот основные такие вот. Есть еще клавиши 2, 4, 6, 8. Они нам тоже, в принципе, нужны. То есть, скажем так, оно, ну, ворочает более-менее так ровно. Но, опять же, можно использовать клавишу мыши, можно делать вот так. То есть, по ситуации используем и по нужде. Все. Так, я нажал клавишу 1. Приступаем к рисованию нашего мяча. Выделяем наш кубик в режиме объекта. Так, в режиме объекта. Вот эти клавиши отвечают у нас за, скажем так, редактирование самого кубика. Этот ворочает, ну, короче, тирает его по, ну, перемещает по позиции, скажем так. Так, Ctrl-Z. Этот ворочает, этот увеличивает его диаметр. Вот, если вы нечаянно нажали на эту клавишу, просто нажмите на нее еще раз. Так, ну что. Можно, короче, удлинить, скажем так, его, наш мяч. Можно сделать, скажем так, чтобы он был ровно по сетке. То есть, нажимаем Ctrl и мы его вытягиваем ровненько по сеточке. Также нажмите на клавишу N, английскую. У вас появятся такие параметры тут. То есть, это нужно для того, чтобы делать более-менее ровные модели. То есть, смотрите. Я сейчас это делаю без Ctrl, вот просто мышкой, левой клавишей. У нас, видите, Y стал, ну, немного неровным, скажем так. Мы можем просто выставить параметр, который нам нужен. То есть, допустим, X у нас там такой-то, Y тоже может, чтобы был такой-то. Нажимаем Enter и все готово. Так, делаем пока рукоятку. Пока удлиняем ее. Сколько там нам нужно. Удлинили. Хорошо. Что делаем дальше? Переходим в режим правки. В режиме правки у нас есть выделение по точкам, по... Ну, по точкам, собственно говоря, по вот этим правой клавишей нажимаем. Ну, правой кнопкой мыши. По ребрам и по, скажем так, граням, да, нашим. Что нам нужно? Переходим, ну, нажимаем на единичку на клавиатуре. Нужно выдавить как-то эту область. Нажимаем на английскую клавишу E. Просто нажимаем на английскую клавишу E и вверх тянем зажатым Ctrl. Допустим, мы хотим все это сделать по сеточке. Вот так вот у нас получается ровненько все. Ну, собственно говоря, мы выдавили наконечник. Ну, нам нужно сделать защиту для рук, скажем так. Нажимаем с этой стороны Shift. С этой стороны у нас выделились две области. Сейчас нужно сделать вот что. Нажимаем просто E, на мышку не трогаем. Так, нажали на E и нажали на левую клавишу мыши. Вот так вот у нас получилось. То есть у нас создался ровненький кубик на кубике, скажем так. Переходим, ну, нажимаем на единичку. Нажимаем Ctrl. Обязательно, чтобы у вас был режим... Ну, короче, вот этот третий для вытягивания. Нажимаем Ctrl. Зажимаем, в смысле. И вот так вот вытягиваем. Все, у нас получились... Ну, защита для рук, скажем так. Переходим в режим выделения ребер, вот этот второй. Зажимаем нижнюю эту штуковину. Опять, ну, зажимаем Shift. Выделяем эту. Поднимаем их немного выше. Можно с Ctrl, можно так. Не суть важна. Ну, вот так вот у нас получилась уже рукоятка. Что делаем дальше? Выделяем вот эту область с нажатым... Ну, с нажатым вот этим выделением органей. Опять клавишу E. Отпускаем. То есть, чтобы она горненько создалась. Нажимаем Ctrl. Делаем вот так вот. Вот так вот. Готово. Опять же, нажимаем на E. Все это наверх. Единичку. Переходим... Ну, нажимаем на стрелочку. И тянем вверх. Сколько там нам длины того мяча нужно? Ну, пускай будет вот такой вот. Да? Нужно немного его заострить. Поэтому опять G нажимаем с зажатым Ctrl. И... Вот так вот. Делаем. Все. Если вам нужна принципиально острая область и... Ну, как вам сказать. У нас здесь получится треугольник. Не для всех, скажем так, целей. Это всегда подходит. Поэтому... Я просто покажу, как это делается. Нажимаем... Короче... С выделением этой грани, да? Нажимаем на клавишу Delete. Удаляем грани. У нас появляется это окошечко. Нажимаем грани. Переходим в режим вот этих вот точек, да? Нажимаем на точку. Shift. Точка. Объединить. В центре. Опять вот это, вот это. Объединить. В центре. Может, решите обе тоже объединить. Но я, наверное, этим еще заниматься не буду. Вот такой вот у нас меч получился. Но рукоятка у нас получилась, но он немного толстоватый. Поэтому что мы делаем? Выделение грани. Переходим сюда. Раз. Зажатым шифтом. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Все это делается зажатым шифтом. Обращение я просто производил колесиком лучше. Ну, я думаю, при должной остановке вы разберетесь быстренько там с всем управлением. Подкликивать ничего не будете. Нажал на клавишу 7 и сейчас у нас стал такой вид. Что еще хотел сказать? Для того, чтобы наша моделька стала прозрачной, нужно нажать на английскую клавишу Z. Это иногда полезно, когда вы там, допустим, моделируете по картинке. Я думаю, это я объясню в следующем уроке. Ну, и обратное действие тоже производится клавишей Z английской. Собственно говоря, вот в этом, в третьем окошечке, делаем вот так. Зажимаем Ctrl. И делаем вещь немножко потоньше. Отлично. Что нам нужно делать дальше? Я смотрю, у нас тут немного сама ручка, ну, того, широкой. Поэтому выделяем здесь, выделяем здесь. Единичку нажимаем и прям как-то ее немножко надо... Вот так вот. Определенно. Ну, все, отлично. Так, ну, нам нужно сделать ручку немножко покрасивше. Да? Поэтому, что мы делаем? У нас эти области уже выделены. Это все выделено. Ну, как мы делали, собственно говоря, вот эти вот рукоятки. Нажимаем на клавишу E. Оно создалось... Так, немножко криво. Вот почему, короче, лучше мышку не дрыгать, чтобы вот такой хрень не получалось. Так, Ctrl Z. Просто клавишу E. И сразу на клавишу, ну, и сразу на мышку, короче, нажимаем. Не дергаем ее в стороны. Вот. Получилось ровненько. Что делаем дальше? Допустим, нажимаем клавишу 3, да, на клавиатуре. Нажимаем Z. И немного ее как-то сужаем, скажем так, в область. Делаем вот такой вот. Так, опять нажимаю Z. И немножко ее вытягиваем по сторонам. Отлично. Ну, чтобы меч был более рукояткой от куклы. Здесь мы делаем все то же самое. Shift-ом мы делаем эти две области. Нажимаем на E. Так. Единичка. Нажимаем Z. Ну, это, конечно, по желанию. Оно все равно будет с той стороны. Точно таким же. Так. Вот так вот делаем. И вот так вот. Если вам нужно, скажем так, что-то подровнять, да, вот именно по параметрам, почему я открыл это окошко на N, да, смотрим. Ну, допустим, эта точечка у нас находится по Z. Z, вот в таком вот параметре, да, и, собственно говоря, здесь тоже выставляем по плоскости тоже Z06, допустим. Ну, у нас сейчас все ровно, поэтому такого вот дела нам не надо пока. Выделяем вот эту посередине, которая получилась. Вот эту тоже посередине выделяем. Так, кнопочка 3. Тоже немного в сторону как-то. Так, клавишка 7. Посмотрим, как она там. Нажимаю на Z. Ну, более-менее круглым выглядит. Вот так вот даже сделаю. Отлично. Рукоятка у нас готова. Конечно, можно тут еще немного подредактировать, сделать, допустим, такие красивости, как раз, там, немного ее расширить. 1, 2, 3. Опять же, это делается в клавиши E. 1. Все. В принципе, вот такая вот рукоятка у нас готова. Если мы хотим ее немного, скажем так, уменьшить, короче, нажмите на эту область, да, и рядышком с ней нажмите на область с зажатым альтом. Тогда у нас выделится вся, скажем так, по окружности. И поднимаем ее. Вот так вот поднимаем. Здесь можно, в принципе, и так вот сделать. Вот так вот. По-моему, вообще, сколько получилось. Ну, собственно говоря, наш меч почти готов. Нам остается только к этому мечу добавить текстурки. Текстурки. Но, я думаю, по поводу текстурок я расскажу уже в следующем уроке. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите ваши отзывы, чего вы хотели бы научиться, какие у вас вопросы появились. Я постараюсь в комментариях на них отвечать. Поэтому... Ну... Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok